Уважаемые любители моих историй о эволюции человечества! Сегодня у нас такой обобщенный ролик «Ответы на вопросы». Ответов на вопросы очень много, но некоторые вопросы не представляют никакого ни научного, ни социального интереса. Я во многих вещах не очень разбираюсь, поэтому зачем я буду морочить людям голову? У меня же нет цели рассказывать обо всём на свете. Поэтому я остановлюсь на том, что непосредственно касается моей профессиональной научной, ну или, скажем так, художественной деятельности, связанной с фотографией и со всем остальным. Дело в том, что очень много приходит вопросов относительно того нашего проекта, который касался отбора людей по способности к использованию произвольного мышления. Ну, действительно, в общем, технология-то понятна. Хочется понять многим людям, то есть читателям, слушателям, а годятся они вообще для произвольного мышления. Это же существенный вопрос. Я объясню, в чём проблема. Раньше умными считались людьми, которые просто много знали. Ну, когда не было компьютеров, понимаете? То есть, когда нельзя было за ней, залезть в гугл и погуглить. Как я уже разговаривал об этом в одном из издевательских роликов на эту тему, когда чиновники у нас гуглят. Ну, понятно, кто туда в чиновники попадает. Умеющий гуглить. Здесь другое дело. Раньше считалось, что вот такой некий человек, которому что не задаёшь, какой вопрос, он на него как-то, да, ответит. Вот считался умным. А теперь такие считаются идиотами. Это не значит, что у них есть препятствие к карьерному росту. И мы знаем много таких людей с большими карьерными успехами. Нет, это сейчас уже стало всем доступно, и поэтому любой балбес, иногда разговаривая прям со мной по телефону, тут же гуглит лихорадочно, для того, чтобы знать, о чём я говорю. Я слышу это и понимаю, откуда идут здания. Это очень смешно всё. Так вот, эти люди, которые раньше просто обладали хорошей памятью и, скажем так, мягко в поверхностном мышлении, такие, скакуны по верхушкам, они имели значительный успех. Сейчас вот эти вот знатоки, а-ля, помните, есть такая передача «Клуб знатоков». Знатоков чего? То есть, это такие обладатели головы, похожие на хороший компьютерный такой интернет. Вот сейчас это уже не модно и никому не интересно. Почему? Потому что всё можно легко узнать с помощью электрических систем связи. Поэтому представление наиболее ценное, о ценности людей постепенно смещается. Я не говорю о том, что оно радикально меняется, но постепенно до всех доходит. В том числе для людей, которые организуют гоминидные всякие встряски, события, перестройки. О том, что, в общем-то, воспитывать землекопов не надо. Можно после СВО взять какую-нибудь технику и вырыть канавку. Не надо воспитывать особых совершенно людей, которые следят, например, за выплатой налогов, зачем, когда это будет дело в ближайшее время автоматически. В городах, конечно, проложат системы управления автомобилями. И я думаю, что сначала откажутся от троллейбусов и автобусов, от водителей, а потом и от более, скажем так, вертких машинок. То есть, это тоже не нужно. Это огромные ресурсы. У нас этим заняты сотни тысяч, если не миллионы людей. Что же будет в цене? А в цене будет то, чего всегда не хватает, вы же знаете. Золото, платина, иридии – они в цене по сравнению с железом. Даже медь этого представляет некоторую ценность при сдаче её на металлолом. Поэтому ценностью будет то, что редко. А что редко? И вот тут все как раз спрашивают, когда мы начнём очередной цикл отбора по способности к произвольному мышлению. Что это означает? Я сейчас повторю и объясню. Под произвольным мышлением следует понимать не как некоторые, простите меня, сомнительными представлениями о мире философы, говорят, что там некоторое абстрактное мышление. Не надо этого. Есть необходимость в людях, которые могут придумывать то, чего не было в природе общества. То есть заставить свой мозг работать так, чтобы он реализовывал человеческие качества неокортекса. Тем самым, которым нам надо думать, о котором никто никогда не думает, пока, так сказать, не прижмёт. Или жареный петушок не начнёт клевать в известное место. Вот таких людей очень мало. Вот мы проводили большой анализ. Иногда спрашивают, почему вы об этом не рассказываете, а потому что это секрет. Но он говорит о том, что такие люди встречаются крайне редко, которые могут пользоваться корой своего мозга для того, чтобы осуществлять мышление на заданную тему или на тему, которая не связана с размножением едой и доминантностью. Таких очень мало. Единицы. И вот охота за ними и предстанет в ближайшее время главным смыслом человеческого существования. То есть простая работа, выполняемая с помощью лобаты, автомобильной баранки, с помощью компьютера в бухгалтерии, с помощью компьютера в снабжении и прочее, и прочее, и прочее. Вот эта вот, скажем так, слабая интеллектуальная работа, я не говорю, что она совсем безумная. Нет, там тоже требуется усилие, написание этих программ, корректировка. Это потребует некой перестройки в всей системе управления. Но ключом будет выявление и культивирование людей, которые обладают способностью к произвольному мышлению. Что это означает? А это означает, что вот эти все технологии, которые используются там в Сириусе, еще в некоторых других, да, для образования они, ну, более-менее со скрипом годны. Но причем такого образования-то плохенького. Не очень хорошего. Потому что хотите построить образование, вернитесь к старым вариантам, которые были в 70-е годы, да, или, может быть, даже раньше, перепишите учебники на новый лад. Не только историю, которая всем ужасно чертела, со всеми ее вариантами. А так, видите, не ОБЖ, а астрономию. Не выгоните всех этих теологов из школ, самых разных. И заведите лучше углубленную математику. Хотите детей еще научить что-то делать руками, чтобы у них хотят манипуляторной активность развелось не только тыканье на компьютере пальцем. Один палец такой, как у некоторых приматов. Может быть, попробовать их учить какому-нибудь труду раз в неделю, хотя бы иногда. Тоже полезное дело, чтобы они представляли, как мир устроен. Это в основном для образования, а не для профессиональной специализации. Не надо быть идиотами. Ничего из этого не вырастает. То есть, иначе говоря, даже вернувшись к системе образования, которая была в лучшие советские годы, и систему оценок, выкинув отсюда всякую глупость, всякую теологию, мистику, псевдопсихологию и прочее, и прочее, сделав образование позитивистским, мы все равно не решим проблему. Почему? Никакими спецшколами, никакими спецкурсами, ничем, никакими сириусами, никакими особыми условиями. Дело в том, что нам надо отбирать людей по мерам изменчивости головного мозга. Нельзя научить человека, не способного к некой деятельности, выполнять его лучше всех остальных. Даже если у вас будет семь нянек, все равно не получится. У семьи нянек дитя без глазу, как известно. Но дети олигархов это доказывают последние 30 лет очень наглядно. Это раз. Во-вторых, начав отбор индивидуальный по человеческим способностям, которыми человек уже обладает, они еще не реализованы, нужно полностью уничтожить систему точно над чем издевались в советское время, кумовства. Но нельзя доказать никому без людей, занимающихся мозгом, о том, что академиков уже у нас четыре поколения. Нет, там совсем другое, где у кого-то аутизм, у кого-то синдром Дауна. В этой ситуации нельзя по наследству передавать должности. Ни академические, ни институтские, ни генеральские. Иначе генералы будут такие. К чему это приводит, по-моему, сейчас всем ясно. То есть, иначе говоря, надо полностью уничтожить систему родственного иерархического роста, которая всегда уничтожала и уничтожает любую государственность. Это очень важный момент. То есть, надо отбирать людей ни по преданности, ни по форме языка для лизания известного места, ни по другим каким-то физиологическим особенностям, о которых говорить-то стыдно. Надо отбирать по принципам, которые находятся здесь в голове. И для этого у нас есть инструменты. Да, пока, к сожалению, ничего не получается с таким поисковым финансированием, потому что не выходит оленький цветочек. Как вы понимаете, кто не хочет, это как раз те, у кого детки подрастают уже в генеральчиков, в академиков и в крупных руководителей чиновников. поэтому, уважаемые слушатели, имейте в виду, что перспектива не только в перестройке образования, не только в ликвидации кумовства в системе власти, а главное это начало систематического отбора по умению пользоваться собственной головой. если этого не будет, никакого конкурентного прогресса нашей страны тоже не предвидится. Я об этом говорил 15 лет назад, вынужден повторять, пока дело не сдвинется с мертвой точки, до тех пор у нас будет такое же советское болото, как 80-е годы прошлого столетия. На этом, уважаемые слушатели, до свидания.